Всем привет ребята! Это видео будет абсолютно всем полезно, всем кто хоть какой-то криптовалютой обладает. Потому что рано или поздно вы захотите вывести свою криптовалюту в рубли к себе на карту. Либо наоборот за свои карты купить себе криптовалюту. И соответственно вы можете стать жертвой мошенников, коих на любом P2P сервисе и Binance в том числе не исключение, просто масса. И сейчас появился один из самых новых методов мошенничества. Это изменение курса криптовалюты после того, как вы уже заказали сделку. И сейчас в этом видео вы увидите, как лично я, тот кто снимает видео, как не попасть на мошенников, как правильно продавать свою криптовалюту, как ее правильно покупать. У меня на канале есть отдельное видео по этому поводу. Его уже 54 тысячи человек посмотрело. Поэтому ребята, если вы еще не смотрели, обязательно переходите. И это видео, которое вы смотрите сейчас, будет дополнением. Потому что эти мошенники активировались не так давно. И этот вид мошенничества, мага, вот такой вот мага, нас сегодня пытался обмануть. Появились эти маги не так давно. И сейчас мы разберем подробно, что и как. Итак, погнали. Итак, как я вас и учил при продаже или покупке своих криптовалют, обращайте внимание на рейтинг. И вот профиль этого маги. В принципе, 44 заказа за 30 дней выполнено. 156 раз всего. Он 91 раз покупал криптовалюту и продавал 65 раз. 80% выполненных заказов. В принципе, это не самый важный показатель. Главное, что он зарегистрирован уже как 3 месяца. Здесь первая сделка аж больше 2 месяцев назад была. И его бы, если бы он постоянно махинировал, бы уже давно отсюда выперли. Что, скорее всего, произойдет после данного инцидента. Чаще всего люди попадают на мошенников только из-за того, что ведутся на высокий курс. Обычно у мошенников здесь, когда у всех 76 рублей 1 доллар стоит, у него где-то 80, под 85 может стоять. Это явные мошенники. Сейчас, как видите, они много замаскировались и делают хитрее. На этого мошенника я попал вообще случайно. Только из-за того, что сумма, которую мне необходимо было обналичить, не влазила в лимиты. Как видите, у каждого продавца или покупателя свои лимиты. Вот, мне нужно было продать 90 тысяч. Я выбрал где-то в центре. У меня уже наконец-то дошло. Вот, приблизительно вот такого. Я бы сейчас также этого и выбрал. Хотя у него стоит 433 ордера. Но, как я говорил, всегда не самое главное количество ордеров. Да, так легче будет определить, надежно продается или нет. И часто низкий рейтинг связан только с тем, что человек так же, как и мы с вами, вполне возможно, только вошел сюда. Он новичок здесь. У него поэтому мало ордеров и мало выполненных заказов, может быть. Соответственно, потом он разгонится. Я уверен, что у большинства из этих людей тоже поначалу было не так много ордеров. И у них, соответственно, не все было выполнено. Потому что они подвисали, потупливали поначалу. И первые, я думаю, 5-7 ордеров у них проходили как блин комом. Поэтому мага, в принципе, подходил мне по всем параметрам. Главное, у него была именно та сумма, которую он мог купить у меня криптовалюту. И я выбрал его. И очень часто я продаю в такой ситуации людям с маленьким количеством ордеров. И все всегда удачно проходило. Главное быть при этом, ребята, очень внимательным. И поэтому главное никак не попасть на мошенника. А главное, как мы выкрутимся с вами из ситуации, если мы попали на этого мошенника. Это намного важнее. И суть этого видео именно в этом. Итак, я выбрал этого мага. Потому что по всем параметрам, в принципе, он мне подходил. И не был похож на явного мошенника. В общем, дело было так. Выбрал я себе магу этого. Нажал продать USDT. Указал сумму, которую мне нужно получить. И здесь, вот здесь все освещилось как положено. И курс был как положено. Нажал продать USDT. И далее получилась такая ситуация. Никто, ребята, в 99% случаев не будет обращать внимание на то, что после того, как вы создали заявку, этот человек просто меняет курс. Отправляет вам деньги. 90 тысяч рублей у меня отправил. Что видно, соответственно, из выписки банковской. Я еще попросил написать, чтобы он мне написал, что спасибо, я якобы долг возвращаю, чтобы минимум палевно было. Но не суть в этом. И как обычно, всегда действовал я, да и все мы с вами действуем. Мы видим, что мы создали ордер. Деньги нам реально поступили на счет. Мы видим эти деньги на карте. Мы возвращаемся назад на биржу Binance. И сразу же жмем кнопку подтвердить получение платежа. Мало и редко кто обращает внимание на то, какой курс там указан. Потому что никто даже не предположить не может, что он может как-то задним числом измениться. А бывает такое, ребята, оказывается. Но я случайно обратил внимание на то, что курс изменился. И я должен отправить уже 1457 долларов. Не знаю, что меня сподвигло проверить это. Но вот такое бывает, так сказать. Но теперь я лично попал на такого мошенника. И благо я не нажал кнопку подтвердить. Дальше вы узнаете, что делать в такой ситуации. И я не стал подтверждать данную операцию. Хоть и деньги у меня были на счету. А это самое важное, ребята. Вы должны действовать по порядку. И действовать надо так. Ну, во-первых, я сразу спросил у маги, почему поменялся курс. Мне просто стало интересно, что он мне ответит. И не дожидаясь ответа, я сразу пошел писать чат поддержки. Для этого снизу справа жмем на значок сообщения. И в предложенном меню выбираем любой пункт, связанный с деньгами. Робот предложит нам решение проблемы и спросит, решена ли наша проблема. Выбираем, что она не решена. И нас соединяют с живым человеком. Я сразу написал оператору, в чем заключается проблема. Здравствуйте, я попал на мошенника в P2P. Я выбрал агента, у которого был средний курс. И сумма меня устраивала. После этого курс сильно изменился. И я хочу отменить сделку. Оператор попросил уточнить номер сделки. И я его ему скинул. Далее я сообщу, что я все записываю на видео. Так как люди должны знать, что такое бывает. А меня тем временем перевели на специального специалиста. Который решает подобные проблемы. Пока я ждал оператора, зашел в чат сделки, посмотреть, что ответит наш мага. Как я ожидал, он начал косить под дурачка. В смысле поменялось? Я все перевел же. И комментарий указал. Где она поменялась? О боже, в ордере цена неправильная. Наш мага понял, что кинуть никого не получилось. И закосил под то, что это случайность. Далее он еще придумает и то, что я поменял эту цену сам. Забавный такой. И хочу заметить, что данная схема действительно работает. И если бы я нажал кнопку платеж получен, то мои бы USDT ушли бы маги. И служба поддержки уже бы не смогла помочь. Поэтому важно своевременно все это делать. Далее наш мага попросил вернуть ему деньги. Но пока служба поддержки вам не скажет этого сделать, не вздумайте ничего возвращать. Тем временем мне ответил оператор. Привет, меня зовут Карлос из финансовой команды P2P. Он попросил дать ему время проверить информацию. Я ответил ему, что я ожидаю его ответа. Спустя пару минут он ответил, что ему очень жаль, что я вляпался в такую ситуацию. Как он проверил, покупатель изменил цену прямо перед тем, как я открыл заказ. Хотя вспоминаем чат с магой, в котором он утверждал, что ничего не знает. А еще позже обвинял меня в том, что цену поменял я. Далее меня попросили открыть апелляцию, что я и начал делать. Для этого в окне сделки нажимаем кнопку проблемы с транзакцией. Я хочу подать апелляцию. Еще раз жмем кнопку апелляция и в причине выбираем пункт наиболее приближенный к вашей ситуации. Я выберу, что сумма не верна. В описании вы описываете всю ситуацию. Я написал, что покупатель оказался мошенником и изменил курс в процессе сделки. Также припугнул, что блогер, все пишу на видео и хочу наказать этого мошенника. Ниже вам нужно будет обязательно загрузить доказательства. Это может быть все, что угодно. Выписки какие-нибудь, скриншоты и так далее. Я просто сделал скрин нашей сделки и загрузил его. Ниже указываете телефон и жмете кнопку апелляции. После этого я вернулся в чат поддержки и сообщил, что апелляция подана. В чате уже висел вопрос, заплатил ли он мне деньги. Я ответил, что да, но по другому курсу, что я хочу отменить всю эту сделку. И спросил, какие действия мне нужно для этого предпринять. Пока я ждал ответа о поддержке, я решил поинтересоваться у маги, как он докатился до такой жизни. Тем временем оператор попросил меня вернуть наглому маге его деньги. Таким образом оператор смог бы отменить заказ. Я вернулся в личный кабинет Тинькова, нашел этот платеж и нажал кнопку перевод обратно. И перевел деньги обратно. Далее я сделал скриншот перевода и скинул его нашему маге. Также написал, что все вернул оператору и скинул ему скриншот тоже. Далее оператор поинтересовался, уведомил ли я нашего магу в том, что все вернул ему. Я сказал, что конечно. Что все это предоставил в чате сделки. А вот далее наш мага пишет, что не может отменить сделку, пока мы не отменим апелляцию. Такое действительно иногда бывает, ребята. Но ни в коем случае не отменяйте апелляцию самостоятельно, пока вас не попросят это сделать служба поддержки. Я передал эту информацию оператору, а маге сообщил, что он скоро станет звездой. Тем временем оператор сообщил, что отменил эту сделку и что Бинанс обязательно накажет нашего магу за такое неприемлемое поведение. Наш мага оказался еще и юмористом и сказал, что он и так звезда и что мне придется ждать, пока он упадет, чтобы загадать желание. Вот такая интересная и поучительная история, ребята. Давайте подведем итоги. Первое. Вы всегда должны проверять продавца на признаки мошенничества, о которых я рассказывал в своей инструкции по Binance P2P. Ссылка есть на нее в описании. И второе. Теперь еще всегда обращайте внимание на курс. Перед тем, как нажать кнопку в самой сделке, подтверждающей, что вы получили деньги, сделку можно считать завершенной. Если бы я нажал эту кнопку, то мои USDT ушли бы мошеннику. И деньги бы мне уже не вернули. И как же хорошо, что именно я попал на этого мошенника, а не один из моих подписчиков. Теперь я записал это видео, и оно поможет очень многим не попасть на крючок мошенника. Теперь вы вооружены этими знаниями. Поэтому, друг, не скупись на лайк и комментарий, и обязательно делись этим видео с друзьями по телеграм-чатам, так как это убережет очень многих от потери их средств. Желаю вам, ребята, никогда не терять свою криптовалюту. С вами был Антон Профит. Всем удачи, всем пока.